Всем привет! Сегодня песто из вяленых томатов. Я сидел работал, тут заработался, у меня уже 11 вечера и понял, что у меня завтра нет завтрака. А так как хочется что-то вкусненького, поэтому решил приготовить данный рецепт. Будем делать два дела одновременно. Снимать вам видео и готовить мне завтрак. Что же нам понадобится для этого? Так, у меня есть орешки кешью и два зубчика чеснока. Орешки можете брать любые другие. Кедровые, например, вообще подойдут. Будут супер, еще лучше даже. Два пучка базилика. У меня фиолетовый и зеленый. Ну, песто это все-таки про базилик, поэтому мы его здесь обязательно будем добавлять. И вяленые томаты. У меня 200 мл баночка от Fruit Point Pastilla со 100% оливковым маслом Extra Virgin. В описании будет ссылочка, где приобрести такую. Если у вас другие, другого производителя, с магазина, например, вы просто вылавливаете томаты и добавляете 50 мл масла Extra Virgin оливкового. Почему я акцентирую на этом внимание? Потому что это рецепт все-таки итальянской кухни. Итальянцы... Итальянская кухня это все-таки про оливковое масло Extra Virgin, а не про обычное подсолнечное. Ну и во-вторых, так будет намного вкуснее. Вот, поэтому, сейчас я приближу камеру, покажу, что мы с этим совсем делаем. А, еще соль. Господа, соль. Какой рецепт без соли? Поехали. Так, друзья, что же мы дальше делаем? Дальше все очень просто. Открываем томаты. Пахнут обалденно. И сюда это все переливаем. Пересыпаем, точнее. Все томаты, прям всю банку. Натрамбовано очень хорошо. Поэтому... Все. Отлично. Сюда сделали. Банку убираем. Так, дальше базилик. Базиликом делаем следующие движения. Палки нам не нужны особо, поэтому старайтесь, вот это вот зачем нам деревянистая штука. Это не надо. Обрываем базилик. Все, друзья, базилик сюда. Можно его, конечно, лучше даже его измельчить. Так, чтобы удобнее было перебивать, потому что у меня блендер обычный, такой погружной, знаете, и все-таки будет удобнее, когда что-то помельче тут все. Как рекомендуют профессиональные повара, чеснок должен быть не резаный, а давленый, для полноты вкуса. И добавим соли пол чайной ложки. Дальше, любым удобным способом, а конкретно блендером, если у вас будет такой блендер-чаша, то это вообще будет супер, необычный, погружной. И измельчаем. Конечно, сейчас будет игра с огнем, потому что, напомню, у меня 11 ночи, уже начало 12, у меня все спят. Ну ничего, мы быстренько, завтра утром компенсируем это вкусным завтраком. Так, получилась вот такая вот консистенция примерно, ну, как обычного песта, наверное, чуть гуще. Вы можете сделать другую, какая вам нравится, что я делаю дальше. Я, конечно, рекомендую, чтобы это все хотя бы там пару часов постояло. Я беру вот ту самую баночку, тут еще масло осталось, и прям сюда это все перекладываю. Вот. Смотрите. Там еще дополнительно было масло какое-то, то есть будет вообще еще вкуснее. Остальное сейчас возьму, остальное сейчас еще куда-нибудь переложим. Так, остальное, вот у меня есть такая пиала. Я ее накрою и в холодильничек все поставлю. Да, это, ребят, это блюдо долго оно не хранится, то есть, хранить только исключительно в холодильнике. Ну и там в течение, я думаю, двух-трех недель его, конечно, нужно скушать, потому что не хранится оно долгосрочно. Здесь, как вы видели, никаких консервантов, ничего. Вот. Ну, поверьте мне, вы его съедите за два завтрака. Вот этот объем. Можно там, конечно, налить бокальчик вина и отдохнуть после тяжелого трудового дня. Поэтому решайте сами, как это употреблять. А дегустация завтра утром. Буду завтракать, я обязательно вам запишу дегустацию. У меня наступило следующее утро. Решил сегодня позавтракать на свежем воздухе. Не знаю, когда вы будете смотреть видео, но у нас уже конец сентября сейчас. Погодка хорошая, на удивление. Поэтому на свежем воздухе. Так, наше песто, вот оно. Смотрите, какое по консистенции стало. Чуть загустилось за ночь. Ну, понятно, возможно, там помидоры чуть вобрали в себя. Если вам нужно менее густой по консистенции, можете добавить больше масла. Просто чуть и будет отлично. Ну что же, греночки я сделал себе. Сейчас будем пробовать. Очень вкусно. Насыщенный вкус. Очень, очень насыщенный вкус. Обалденный. Обалденный. Не зря он постоял. Он стал вкуснее. Рецепт классный. Рекомендую всем делать рецепт. Без исключения. Должен понравиться всем. Еще могу что сказать о нем. Рецепт, почему классный, я считаю. Один из моих любимых. Потому что на него тратится очень мало времени. 15-20 минут. Но результат превосходит все ожидания. Потому что есть рецепты, на которые вы можете потратить 2 часа. А результат будет, возможно, чуть-чуть хуже. Не такой насыщенный вкус получится. Еще что-то. Но это просто, быстро, вкусно. Поэтому делайте. У вас все получится. Всем, кому было полезно видео, ставим лайки. Подписываемся. Будет еще много интересного. Поэтому не пропустите. Пока.